Вот ты кредит брал в банке, ты говорил. Что тебя привело к тому, что ты взял кредит в банке? Для чего? Купить песок, консервы, рыбные. Так. Потому что здесь все есть продукция дорожает. До 100 рублей доходит уже банка. Так. И мне на телефон капнуло сообщение, возьмите кредит. Я пришел, показал в банке эту информацию. И мне разрешили, дали добро 20 тысяч. Ну, по какому случаю ты все равно брал вот эти деньги? По поводу что-то приобрести или покусать? Поесть, на питание. Значит, у вас денег не было вообще, чтобы, скажем, привело тебя к тому кризису, что ты пошел в банк взять кредит. А под какой именно заем ты брал кредит, чтобы тебе после выплатить? Вот что ты делаешь. Интересно. Под 600 рублей в месяц. Нет. Это все правильно. Но я хочу сказать другую вещь. То, что вот ты, например, брал кредит. Насколько именно срок какой у тебя установили, чтобы ты его выплатил? Года. Три года? Да. Три года. И что у тебя? Никаких там, это... Нет пока заморочек с этими выплатами? Нету. Нет пока, да? Да. Я 20 месяцев плачу вовремя. Вовремя. Понятно. Месяц в месяц. Пока на тебя никто не напирает? Нет. Банк пока не напирает? Нет. Понятно. Это все хорошо. Но случится может так, что, допустим, если ты какой-то срок не проплатишь, банк обязан, банк обязан тебя уведомить сперва, что если ты где-то что-то не проплатил, и тогда уже могут ставки перерасти в какие-то другие нули. Тебя это не смущает? Пока нет. Нет? Ну это хорошо, значит. Ясно. Ну а вот сейчас вот ты вот с оборванной, так скажем, обуви вот сейчас на работе находишься. Вот сейчас поглядим на твою обувь. Ну-ка, где она у тебя хорошая? Вот ты говоришь, это тебя все устраивает, да? Вот ты в такой обуви работаешь. Это что у тебя? Какой давности ты вот обувь-то вообще, а? Ей два года. Что ты еще хотел рассказать-то? Как мы с отчимом дрались, как я 10 лет начальством мотался. Так, так, что тебя привело по часам скитаться? Потому что я его ненавидел. Это кого? Отчима. Отчима? А за что ненавидел? Потому что он меня ненавидел, говорил, что все мое, все мое, я зарплаты не носил до дома, я только на него деньги жрал, питался. Так. Мать-техаря-то все давала. Нет, а почему он так делал? Это из-за того, что ты ему неродной сын, да? А у него вообще его дети были? У него дочь была. А, дочь у него была или есть? Есть. А, есть. Понятно. Живая. Вот. А возненавидел он тебя из-за того, что ты ему показался в тягость. Да. Как бы мешал ты ему? Под ногами. Понятно. И из-за этого тебе самому пришлось сделать такой выбор, что ты ушел на час, но из-за него. Да. Ясно. И что, как твоя судьба там в дальнейшем обернулась? Что, не хватало на жизнь? Что у тебя, что в тебе пришлось скитаться без денег? Что ты делал? У меня тогда деньги уже были. Были деньги? Были. Ну, ты вот рассказывал, что приходилось тебе жить без денег как-то, все равно что-то ты... Это после, когда я устроился в Рехну, и у меня уже пристала появляться сумма денег. Так. Я из-за этого ушел на час. Ага. Понятно. Нет, ну а вот скажи мне попросту. Вот мы с тобой говорили без камеры, ты же говоришь, ходил по этим, по свалкам, по помойкам, ты же что-то собирал. Металл. Металл, а еще что? Все, металл только собирал. Металл? Да. Нет, ты говорил там, картон ты собирал же. Нет, я не картон, я собирал макулатуру, газеты, дурналы. Ну, бутылки, стеклянную тару. Да, сейчас забросил. Все забросил? Сейчас денег хватает или нет? Хватает. Хватает? Ну, банки я все равно собираю, на всякий случай, на пожарный. На всякий случай, на... Так, этот... Не предвиденные расходы. Ага. Понятно. На черный день? Да. На черный день. Это хобби. Захочу, пойду, сдам, деньги в кармане водятся. Дело всегда нужно. Ясно. А из родственников кто вам еще помогает? Тетка помогает, с поповки. Тетка? Да. На попову, которая живет? Да. Она чем помогает? Она ей деньгами, она мне тысячу рублей на день рождения дала. Ага. Пожрать принесла на три тысячи. Понятно. Ясно. Это хорошо. Ясно. Ну, сейчас пока только что недоволен этой жизнью, то, что вот цены очень большие, пенсия маленькая, вот, все дорого, правильно? Да. Остальное все нормально. Поэтому ты решил президенту высказать все вслух. Что накапало? Что накапало? Что наболело на душе? Да. Понятно, ясно, молодец. Ладно. Ну, все тогда, Дмитрий. Успех в тебе. Этот ролик мы непеременно выставим в интернет. И думаем, что до президента, до Владимира Владимировича Путина дойдут эти все твои наболевшие вопросы. И все. И, может быть, даже разберется президент в этом вопросе. Кому-то даст поручение. И все. Будем надеяться. Ну, все. Всего хорошего. Тебя не будет смущать, что это все пойдет в интернет? Думаю, что нет. Нет. Ну, все хорошо. Тогда, с моего согласия, я выставляю все это в интернет. Добро? Добро. Ну, давай. Руку пожмем. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok